Всем привет! С вами инженер-электрик Якимов Игорь. Не так давно я публиковал ролик о подключении контактора к реле напряжения. В комментариях один зритель усомнился, что контактор будет полноценно работать при пониженном напряжении. В инструкции контактору есть только номинальное значение напряжения 220 вольт, на которое рассчитана обмотка контактора. В этом ролике мы посмотрим, в каком диапазоне напряжений будет полноценно работать контактор. Проверим его работу как при пониженном напряжении, так и при повышенном. Смотрите этот ролик до конца. А если вас еще интересуют тонкости электрики, то подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Особое благодарное за ваши лайки и репосты. Вначале проверим нижний уровень напряжения, а потом уже проверим, не сгорит ли контактор при повышенном напряжении. В этом нам поможет лабораторный автотрансформатор. Для упрощения работы схемы я не стал подключать реле напряжения. В общем схема у нас такая. Напряжение 220 вольт подается на вход автотрансформатора. С выхода автотрансформатора у нас подключена как обмотка контактора, так и вход контактов контактора. К выходу контактов подключена лампа. В ней контактором будет прерываться как фаза, так и ноль. Таким образом мы проверим все контакты контактора. Поднимаем напряжение на автотрансформаторе. При этом контактор начинает гудеть. Это происходит потому, что подвижная часть сердечника начинает колебаться на пружинах. Поднимаем дальше. Он гудит еще сильнее. И при напряжении в районе 160 вольт контактор включает лампу. Будем считать, что при таком напряжении контактор работает устойчиво. Теперь опускаем напряжение. При напряжении менее 150 вольт контактор уже начинает гудеть. А при напряжении 120 вольт контактор отключает лампу. Разница между напряжением срабатывания и напряжением опускания называется гистерезисом срабатывания контактора. Поднимаем напряжение. За основу возьмем напряжение 160 вольт, при котором контактор срабатывает устойчиво. Нижний уровень реле напряжения обычно настраивает на уровень выше 170 вольт. Фиксированный порог срабатывания простых реле напряжения также на уровне 170 вольт. Контактор будет работать с реле напряжения по нижнему пределу без проблем, так как обмотка контактора будет отключена при напряжении менее 170 вольт, что выше напряжения уверенной работы контактора. Теперь протестируем, как будет работать контактор при повышенном напряжении в сети. Самая большая проблема при повышенном напряжении это перегрев катушки контактора и ее перегорание. Предлагаю поднять напряжение до 270 вольт. Это максимальный предел, на который устанавливается верхний уровень срабатывания реле напряжения. Поднимаем. Ждем 10 минут. У нас прошло 10 минут. Проверяем с помощью лазерного термометра, какая температура контактора. Вот мы делаем несколько замеров. Смотрим. У нас контактор нагрелся до 35 градусов. Я делал краш тест для этого контактора и повышал напряжение до 300 вольт. После этого я ждал полчаса. Контактор нагрелся до 50 градусов. Никакого запаха подгоревшей изоляции не было. То есть даже при 300 вольтах он вполне может работать. Я же рекомендую выставлять на реле напряжения диапазон от 195 до 265 вольт. В этих пределах контактор будет работать без проблем. Также он будет работать и в расширенном диапазоне от 170 до 270 вольт с реле напряжения, в которых этот диапазон задан по умолчанию. В других схемах этот контактор будет работать в диапазоне от 160 до 300 вольт. Эти испытания относятся именно к этому контактору сети 1-63. Ссылку на него я оставил в описании под видео. Другие контакторы могут работать по-другому. Их также нужно тестировать. Как вам такое испытание? Пишите в комментариях. Также задавайте там свои вопросы. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, если вам интересны подобные ролики. Поделитесь видео с друзьями, поддержите его лайком и до встречи в новых и старых видео.